В этом видеоуроке мы рассмотрим облачный сервис для хранения музыки. Мы уже знаем, где хранить фото и видео, и нам, в принципе, осталось найти место для музыки. Требования к музыкальному хранилищу я могу охарактеризовать следующие. Это большая емкость для загрузки, которая будет предоставлена бесплатно, естественно. Это удобство использования, чтобы можно было очень удобно эту музыку прослушивать из этого сервиса. И третий очень важный момент – это кроссплатформенность. То есть, чтобы сервис мог спокойно работать и под Windows, и под Android, и под iOS, лишь бы был стабильный интернет. Всеми этими свойствами обладает сервис 10trex.com. Данный сервис работает очень давно, он хорошо себя зарекомендовал, и сервис имеет свое приложение и под устройство на базе Android, и под Apple. Также он работает почти в любом браузере, что является несомненным плюсом данного сервиса. Он дает 40 гигабайт бесплатно для хранения аудиофайлов, а этого для большинства людей достаточно. Я сам лично знаю только несколько человек, у которых музыки больше, чем 40 гигабайт. Но даже для таких людей можно приобрести на 10trex.com безлимитное хранилище музыки на год за 750 рублей, что в принципе приемлемо. Но речь не об этом, мы сейчас будем рассматривать бесплатный функционал, которым будем пользоваться. Перейдите по ссылке под этим видео на сайт 10trex.com. Перед вами будет подобная страница. Если у вас есть свой аккаунт, то нажмите на войти и, соответственно, воспользуйтесь своим логином и паролем. Если у вас логина и пароля нет, то, соответственно, надо зарегистрироваться, чем мы сейчас и займемся. Нажимаем зарегистрироваться. Появляется вот такая довольно удобная форма для регистрации. Вы можете сразу зарегистрироваться, используя ВКонтакте, Facebook или Google+. Но я этими способами пользоваться не буду. Я просто введу ник, под которым буду находиться в этом сервисе. Сразу скажу то, что если сервис пожалуется на то, что имя такое же существует, просто добавьте несколько символов в конце. Вот я, к примеру, видите, после своего имени Азамат дописал 87, ну это год моего рождения. Ниже пишем почту и придумайте пароль. Если вы не уверены, то можете поставить здесь галочку, и тогда пароль не будет закрываться звездочками. Нажимаем создать. Все, просто ждем. Итак, мы попали в панель управления данным сервисом. Он сразу предлагает импортировать музыку, то есть загрузить ее либо с компьютера, либо с вашего ВКонтакте, либо перейти к бесплатной музыке, доступ которой есть на данном сайте. Сразу предупрежу, что импорт ВКонтакте не работает. Ну, по крайней мере, сейчас. Может, в будущем они этот момент исправят. Но в данный момент пользуйтесь только загрузкой с вашего компьютера. Тем более, цель у нас стоит в том, чтобы выгрузить всю музыку с нашего компьютера в облако. И, соответственно, если у нас появится необходимость, мы сможем удалить эту музыку спокойно, потому что она у нас будет сохранена в облаке. Помимо этой кнопки, загрузить музыку с моего компьютера, можно также использовать вот эту кнопку в левом боковом меню. Если вы на нее нажмете, то появится вот такая окошечка, в котором вы можете загружать как с компьютера, так и использовать дополнительные варианты загрузки. Вот если мы сейчас нажмем на дополнительные, здесь будет ВКонтакте, который, как вы уже услышали от меня, не работает. Можно музыку из Dropbox загрузить, из Google Drive и OnDrive. Но мы будем загружать музыку с нашего компьютера, поэтому нажимаем с моего компьютера. Здесь можно загрузить как из каталога, так и загрузить файл. Выбираем, например, загрузка каталога и указываем каталог с музыкой, который есть на нашем компьютере. Либо можете поступить гораздо проще. Вот я сейчас закрою это окошко, уменьшу окно браузера, сдвинул его вправо маленько, открою папочку MyTemp, и, как вы заметили, я уже подготовился, у меня здесь есть папка с музыкой. Вот ее откроем. Здесь несколько треков, как вы видите. Возвращаюсь в MyTemp. Теперь я просто перетащу папку с музыкой на страницу 10tracks.com. Но я не просто должен кинуть на страницу сайта, а должен попасть вот в этот квадрат. Давайте попробуем. Вот хватаю за папочку, тащу ее. Квадратик горит зеленым цветом. Отпускаю. И началась загрузка музыки. Ждем, когда загрузка будет произведена. Так, развернем окно на всю страницу для удобства. И вот перед вами появляется напоминание о том, что вы можете установить программу 10tracks.com на ваш смартфон под управлением Android, под управлением Windows Phone, либо установить на свою продукцию Apple. Но я сейчас нажму на кнопку «У меня нет смартфона» пропустить, чтобы продолжить работу с сайтом. Вот перед нами музыка, которая загрузилась. Давайте попробуем ее запустить сразу. Вот я нажимаю «Play», и музыка сразу начала играть. Так, я ее приостановлю. Какие у нас здесь есть преимущества по сравнению с компьютером? Ну, во-первых, музыкой можно поделиться. То есть нажимаете вот на эту кнопку «Поделиться», и вы можете выгрузить вашу музыку в Twitter, Facebook, во Вконтакте, в Google+, или просто скопировать ссылку, чтобы ее отправить, например, другу. И также напротив каждой композиции есть вот такая стрелочка вниз. По нажатию на нее тоже появляется меню, в котором есть возможности воспроизвести информацию о музыке, поделиться при необходимости, добавить в плейлист, до которого мы сейчас обязательно тоже дойдем, и удалить. Так, ну, перед нами вся музыка, которая сейчас нам доступна. Но вот обратите внимание на левую боковую панель. Здесь, как вы видите, есть четыре кнопки. Первая – это вся музыка. Вторая – это альбомы. В моем случае один альбом на семь треков. Есть градация по исполнителям. И, соответственно, вы можете перейти в раздел «Загруженные», где музыка будет распределена просто по папкам, которые вы сюда загрузили. Мне кажется, возможность прослушивания по исполнителям и по альбомам – это очень удобно. Но давайте создадим свои плейлисты, для того, чтобы можно было музыку еще дополнительно разбить. Например, под определенное настроение. Нажмите на плюсик напротив пункта «Плейлисты». Здесь придумайте имя. Нажмите Enter. Вот он у нас появился. Сейчас перейдем в раздел «Вся музыка». Выберем нужную композицию. Нажмем на стрелочку вниз. Наведем курсор на «Добавить в плейлист». И, видите, у нас появился дополнительный пункт с именем плейлиста. Нажимаем. Давайте добавим еще одну композицию. Также стрелочка вниз. «Добавить в плейлист». Выбираем плейлист. Нажимаем левую кнопку мыши. Теперь по переходу на наш плейлист мы видим те композиции, которые мы в него добавили. Помимо той музыки, которую загрузили вы в это облако, здесь также большой банк бесплатной музыки. Для этого нажмите на вкладку «Джемендо». И здесь большой выбор. В частности, выбор стиля музыки, который вас может интересовать, например, классика. И вы ее сразу можете здесь начать слушать. При необходимости вы можете сохранить ее себе в облако, нажав на этот знак. Итак, давайте подведем итог. Я теперь в музыкальном плане не привязан к своему домашнему компьютеру. Я могу спокойно отправиться на работу и включить музыку там, прямо на сайте 10 трек. Также я могу установить программу на свой смартфон и слушать музыку на нем. Причем в потоковом режиме. То есть, не скачивая на сам телефон. А если музыки у вас много, то это очень важно. Данный сервис, безусловно, полезен. Особенно тем людям, которые, например, любят путешествовать. А на этом все. Переходите к следующему уроку.